Сергей Олегович, журналисты российской службы «Радио Свобода» заметили на спутниковых снимках систему противовоздушной обороны «Панцирь» рядом с резиденцией кремлевского диктатора на Валдае. Ранее такие же системы были замечены, в частности, и в Московской области. Скажите, пожалуйста, не зря Буданов заявлял об попытках покушения на Путина? Ну, когда Буданов публично выходит в пространство и заявляет о попытках покушения, это троллинг, конечно, чтобы в Кремле перестали спать, чтобы стали там искать, где там, когда на кого покушались и так далее. Это понятно. У Путина, кстати, эта история, ну, ясно, что, в общем, идет война, что что-то там летает, то есть надо ставить вблизи его резиденции, значит, какие-то средства. Вот у него там горит резиденция на Алтае, то есть я думаю, что теперь туда тоже надо ставить, или там пожарные машины целыми днями должны стоять, чтобы следующее, что-то не сгорело, в Алтае, там губернатора поменяли в связи с этим делом. Я, правда, не помню, там две вещи, там Алтайский край, Алтай, вот я не помню, какой из этих субъектов. Вот, и не суть, кстати. Другое дело, самое главное, что я вам должен сказать, что, ну что, ну поставили. Ну что, а вы думаете, не стояли панцири в НГС-2, когда туда прилетело? А вы думаете, не стояло в Москве, когда прилетели два дрона над Кремлем, прям по Кремлю? А вы думаете, что не стояло 22 панциря в трейсере «Москва» в адмиратском флагманском корабле Черноморского флота, который был сам королем противовоздушной обороны? Говорили, что вот этот корабль абсолютно неприступен, он защищен от всего, что может лететь вообще, он видит это на 250 километров вокруг себя, а может даже больше. И вот он защищает не только самого себя, он защищает не только всю группировку военно-Москву, которая вокруг него находится, он защищает не только порт Севастополь, он защищает не только Крым, он защищает вообще чуть не всю Российскую Федерацию. Где крейсер «Москва»? Как его потопили? С помощью детей пролетела какая-то штука, и крейсер «Москва» получил на уток. А должен был защищать все, что угодно. Поэтому, когда там стоит какой-то панцирь, ну пусть стоит себе, ради бога. Сергей Ильич, так а что тогда выходит, что может какая-то штука, как вы говорите, прилететь и туда, и в резиденцию будет? Но имеется в виду, что если не дрон... Да, вы знаете, Путину могут помазать трусы новичком, а панцирь от этого не защищает. Вот у него может быть там домохозяйка, или там уборщица, ему он отмазит трусы новичком. И Путин помрет от новичка. А у него будет стоять панцирь огромный, который будет отбиваться от всех ракет, там и так далее. Вот и все. То есть это смех. Это смех. Сергеевич, а как... Извините, пожалуйста, я не могу не уточнить, а какова вероятность, в принципе, как вы говорите, у него домработница помажет ему трусы, извините, да, зрители новичком, и что-то может произойти. То есть имеется в виду, что вот этот вот уровень людей, которые... уровень проверки, да, людей, которые его окружают, вот сколько они проходят, и как их выбирать с вашей точки зрения? В принципе, реально или возможно ли такой сценарий, когда кто-то из ближайшего окружения? Нет, их отбирают, конечно, они стараются отбирать, там у них есть какая-то целая процедура. Эта процедура очень сложная, там их на детекторе лужи проверяют и так далее. Но мы же видели, что два человека оттуда сбежали, прямо из ПСО. Один, который занимался установлением путинской связи. Куда бы Путин ни поехал, там есть, наверное, связисты, которые ему устанавливают связи. Вот один такой человек сбежал прямо из Казахстана, из Астаны, прямо с саммита, который проходил там саммит ШОС, что ли, или что-то в этом роде, или ВДКБ, что-то такое крутое проходило, он прямо оттуда сбежал с женой, взял ее под ручку, поехал в аэропорт, значит, его... И он, причем это рассказал, он думал, ну нас сейчас остановят, потому что, ну мы же офицеры ПСО, там видят, что мы поехали в аэропорт. Никто не остановил. Мы проходим контроль. Скажут, ну сейчас прибегут какие-то люди, скажут, ну-ка, куда ты едешь? Это самое, никакой командировки нет. Спокойно улетел в Турцию. А из Турции куда-то там еще. Другой такой же. Он увольнялся от них полгода. Они за ним ходили, говорили, не увольняйся, парень, останься у нас, мы тебе все простим, там и так далее. Он уволился с большим трудом, там прикалывался, там говорил, что вообще мне нельзя, там не хочу и так далее. А потом улетел в Латинскую Америку и рассказал все, что он мог только знать про охрану, значит, резиденций в Крыму, по-моему, это да, вот там какие-то сложные резиденции, там резиденции Путина, Медведева, еще кого-то. То есть вот все как отбирают, ну, вы знаете, ну, грубо говоря, вот возьмите, допустим, разведку в Советском Союзе. Значит, КГБ и группа. Это особые подразделения, в которые отбирали, ну, жуткий совершенно отбор. И сложнее было попасть только в отряд космонавтов и в ЦК КПСС, я не знаю, в Политбюро. Да, вот только туда было сложнее попасть. Из этой разведки, внешней разведки КГБ, внешней разведки ГРУ, убежало 150 человек. Выдали все секреты. В этих разведках вообще не было никаких секретов к 1991 году. Абсолютно ни одного секрета не было. Потому что убегали каждые полгода, обязательно офицер убегает. Причем, там, допустим, 85-й год, или, да, 85-й год, Гордеевский, исполняющий обязанности резидента КГБ в Лондоне. Исполняющий обязанности резидента КГБ в Лондоне. Шевченко, заместитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций. Ушел к американцу. Вы о чем? Какой отбор? Никакой отбор никогда ничего, ни от чего не спасал. Наоборот, чем вы отберете умнее людей, которые работают вокруг Путина, талантливее людей, тем они более эффективно смогут оттуда убежать. Потому что их же научили, как искать шпионов. Я не знаю. Они же... Вот смотрите, они охраняют Путина, то есть им рассказывают, какие могут быть операции против него. Как с ними надо бороться? Какие средства обнаружения? Какое наружное наблюдение? Какое оружие? Пятые десятки. И все эти люди из него потом... Вы думаете, почему он из них делает потом губернатором? Он так счастлив, что они его не убили, что вот он Дюмин там сделал губернатором, а сейчас советником, потому что он счастлив, что этот Дюмин, когда он носил, вот ходил рядом с ним, носил постоянно два пистолета. И мог бы вот просто достает пистолет, ему в голову стреляет. А он не стрельнул, дурак. Вот был бы умный, он бы вошел бы в историю. Ну, а он вместо этого стал помощником президента Российской Федерации. Но Путин боится этого? Конечно, боится. Целыми днями боится. Сергей Леонидович, а как вы думаете, ну вот в окружении Путина есть завербованные, имеется в виду, ну вот, например, Будановы, да, те же шпионы, скажем так, и Соединенными Штатами Америки, Британии, вот как вы считаете, такие двойные? Ну, западные разведки говорят, к нам вопросов нет, но у Комин. А Кирилл Буданов говорит, есть, да, у меня есть караты в Кремле. Он просто выходит, несколько раз говорил, но он троллит, любит такой Кремль. Но обычно, вообще-то, это говорит о том, что у него нет никого, потому что если бы был бы, об этом не рассказывают публично. Но он троллит, но он надеется на то, что они ему все равно не поверят на слово, потому что там игра такая, вроде бы скажут, ну, если он публично говорит, ну, значит, никого нет, потому что это нелогично, а потом подумает, ага, а может он тоже так подумал, и наоборот публично сказал, потому что у него есть. Дай-ка мы поищем. Вот. И все сошли с ума. После последнего заявления, Песков начал моментально оправдываться, когда он сказал, ну что, это все дезинформация, ничего подобного быть не может, Путина надежно охраняет. А если так, то чего тогда оправдываться? Такой же вопрос тоже может возникнуть. Конечно, ну то есть на самом деле это вот дальше называется цирк с конями, потому что Кирилл Абутанов их патролил, а они вошли в эту историю. Это на самом деле, то есть в приличных домах, когда вы выстраиваете свою коммуникацию, вы ее выстраиваете, вы ее сами выстраиваете, вы никогда не делаете реактивную коммуникацию, вы никогда не отвечаете на то, что про вас там рассказывают и так далее. Потому что если вы отвечаете, вы делаете таким образом рекламу тому, кто про вас что-то там рассказывает. Вот я написал книжку про Путина и про патриархов, и я жду, когда они мне скажут, что он здесь все собрал, мы его там вызываем в суд какой-нибудь там парижский, потому что как только они меня вызовут в парижский суд, я продам миллион экземпляров, стану миллионером. Я жду, а они не вызывают. Вот черт, вот видите, Песков Буданову ответил, а мне почему-то не ответил. И патриарх мне не отвечает, сволочи, гады. У меня тираж маленький пока что. Я вот жду, когда они меня вызовут в суд в Париже и скажут, вы, ты там, гад, все наврал, ну-ка отвечай нам это самое. Потому что вот как только это случается, сразу издатель закладывает тираж в миллион экземпляров. Сразу просто. Потому что это, ну там, полмиллиона точно продастся. Я жду. Почему? Почему должны прочитать эту книгу, Сергей Олегович? Почему должны прочитать вашу книгу? Подождите, самое главное, нашим зрителям, ребята, вот все, кто слышали, никому не говорите, а самое главное, в Кремль никому не звоните, не говорите, что вот такая книжка вышла. Потому что они не должны знать вообще ничего про это дело. Не дай бог. Ну, я это роман написал, а в романе написал как одного из них двоих я убиваю в этом романе. Вот, кстати, по поводу покушения. Одного из них двоих я убиваю в этом романе. Не скажу кого, потому что нам... Не скажите кого. Не скажу кого, не скажу как. И не скажу почему. Вот, но одного из них я убиваю. А обоих охраняет то самое ФСО, потому что патриарха тоже охраняет ФСО. Так что вот я поэтому упомянул мою эту книжку, а не потому что мне просто было приятно показать вам обложку и сказать, что у меня шестая книжка во Франции вышла и называется «Заклятые друзья». Значит, «Лепех за ми по-французски». И мы вас поздравляем с выходом этой книги и желаем вам разотельно творческих успехов. Сергей Олегович, скажите... Не звоните. И, ребята, все, кто слышали про это дело, никому не говорите, что книжка вышла. И никому не говорите, что про Путина и про патриарха я там рассказал жуткие гадости, а также про митрополита Тихона, а также про митрополита... Про архиепископа Салбу Зеленоградского и так далее. Никому не говорите. Сергей Олегович, скажите, пожалуйста, а нечто подобное с Путиным может случиться, то, что случилось с Трампом? Ну вот, когда была попытка покушения на Трампа, в прямом эфире, да, собственно, все могли видеть. А вот с Путиным? Я вам отвечу по-английски. Why not? Why not? Ну нет. А почему нет? А кто? Ну что вы думаете? Это там секрет-сервис? Они что? Ну, хотя уже понятно, что есть версии, что Трамп это сам все придумал. И что сам все организовал, потому что ему надо было убить Байдена. Вот, потому что эта попытка покушения не убила Трампа, а убила Байдена, как кандидата. Но почему нет? Потому что там же тоже все люди работают, там организовали все. На самом деле все было организовано так плохо. А у Путина чего? По-другому как-то было организовано? Напомните мне, чего у нас там было 23 июня прошлого года? Чего у нас там было такое? Там, по-моему, 8 тысяч человек с танками, с пушками, с зенитками, шли на Москву. И где там был этот самый Путин? И кто его защищать вышел? Ну-ка, расскажите мне, кто там вышел защищать? Вот покажите мне Медведева в бронежилете, который прям баррикады построил и сказал, что я лично не пропущу ни одного вагнеровца в Москву, потому что я так люблю Владимира Владимировича. У него миллион членов в партии. Ну-ка, покажите мне хоть одну картинку, видео, где они провели митинги по всей стране. Мы, спонтанные митинги. Вот прям вышли все эти 87% россиян, которые голосуют за Путина. Прям вышли из своих квартир и сказали, мы не допустим, мы все сейчас бежим в эту Москву, будем защищать нашего Путина. Где они все были? А вы потом спрашиваете, а может ли такое быть? Вот поэтому Кирилл Абуданов и говорит, конечно, может. Сергей Олегович, давайте к Трампу перейдем, к избирательной гонке в Соединенных Штатах Америки. У них там как-то свои процессы, но тем не менее Украина не сходит с уст. И в частности, вот соратник Трампа предложил создать в Украине автономные зоны и не принимать ее в НАТО. Заявление сделал Ричард Гринелл, который при Трампе был постом в Германии. Якобы он об этом говорил в кулуарах съезда республиканской партии. И говорит о том, что это некое мирное соглашение по Украине, которое позволит сохранить территорию страны, но позволит создать автономные зоны. Как вы считаете, это снова такие, ну как это, минские соглашения, то же самое имеется в виду. И почему вот, как бы, Украина не сходит с повестки дня, и если в случае прихода Трампа, то это грозит тогда Украине? Вы знаете, ну, то, что вас это волнует, это понятно. Да. Но давайте сделаем так. У нас сегодня с вами, вот мы с вами записываем наша передача, какое у нас там что-нибудь, что? 16 июля. 16 июля, да. Вот Трамп, если его и берут, любой, кстати, президент Соединенных Штатов Америки, следующий, там, 47-й, его, он вступит в свои полномочия 21 января следующего, то есть через 6 лет. Вот не заморачивайтесь 6 месяцев этими вопросами, потому что они бессмысленные, эти вопросы. То есть пока этот человек не заехал в Белый дом, вообще бессмысленно заниматься всяким прожектерством, и смотреть, будет он что-то делать, не будет он. Ему еще надо дожить до 4 ноября. Ему надо дожить до 5 ноября, чтобы его избрали. Вы знаете, что на этом съезде была попытка государственного переворота внутри республиканской партии? Была попытка государственного переворота внутри республиканской партии, чтобы возможность изменить систему голосования, чтобы кандидаты на этот съезд могли голосовать не только за Трампа, а за любого кандидата, который выходил на праймер. И эта попытка была сорвана, но она такая была. Это значит, что в республиканской партии нет абсолютно никакого монолитного, нет никакой монолитной поддержки Трампа. Трамп себе избрал вице-премьера, который чего? Все сейчас достали архивы, в который этот мальчик говорит, я этого, такая изменить меня за выражение, никогда в жизни поддерживать не буду. Я человек, который никогда в жизни не станет трампистом. И вот теперь вице-президент у Трампа. И так далее и тому подобное. Поэтому не заморачивайтесь этими вопросами, что будет с Украиной после 21 января. Вот когда наступит 21 января 2025 года, и когда вы убедитесь, кто есть, кого выбрать, потому что нет гарантии не то, что Трамп, ну что и Байден не дойдет до этой бунты. Вообще мы не знаем, кто вообще, за кого будут голосовать через 4 месяца. Потому что все может случиться. Вот как это было так. Вот пуля пролетела, и ага. Вот одна пуля пролетела, и пока что мимо. А чего там, неизвестно. У него, может, это самое, во время, вот сейчас, он сейчас переживает, пуля пролетела, значит, у него там сердечный, и сердечный приступ, и через 2 недели раз, и помер человек от сердечного приступа. И все. И нет никакого Трампа. И все. И до свидания. И там будет этот самый президент, или там Ники Хель, вдруг вспомнит, что она тоже была, это самое, кандидатом и так далее. Вот то же самое у Байдена будет. Потому что обоим по 80 лет. Обоим два старых сызуна, 80-летних, цепляются за власть и говорят, что кроме нас в Америке вообще никого в жизни не может быть. Вот. Ну ладно, вот значит, этот самый 80-летний старик, он поэтому и выбрал сенатора, которому 39 лет, который ему может даже не в сыновья годиться, а во внуки, да, потому что он его в два раза молот. Он только поэтому его и выбрал. Вот. Потому что надо было ему белого, надо было ему трамписта, ну такого, конвертируемого, человек, который стал трампистом, да, потому что он не был трампистом, он был антитрампистом. Все сейчас смеются, потому что достали все архивы и смотрят, как он там разговаривал, что Трамп, козел, он вообще поводный, вообще за него голосовать нельзя, это опиум для народа. Он вот вспомнил ленинскую фразу, значит, Трамп это опиум для народа, говорил этот кандидат, который сейчас не уйдет в президентстве. Вы сказали, то есть и правильно ли вас поняли, что вы не исключаете, что возможно еще одна попытка покушения, когда вы сказали, что невозможно, неизвестно, что случится, может быть, верно я вас понимаю? Возможно все, что угодно, возможно просто они помрут, возможно еще одна попытка, возможно еще 25 попыток, будет, возможно еще что угодно. Поэтому вот когда идет такая штука, никогда не нужно заморачиваться, надо вот в этих делах, надо жить сегодня. Сложно, Сергей Олегович, не заморачиваться, потому что как бы у них там избирательная гонка, а здесь на кону жизни наших солдат и, конечно же, мы ожидаем каких-то решений и к чему это все может привести. Я понимаю, я поставлю по-другому вопрос. Вы как-нибудь можете повлиять на избирательную гонку в Соединенных Штатах Америки? Нет. Вот, а если не можете повлиять, тогда, извините меня, это не очень хорошая фраза, конечно, не очень красивая, расслабьтесь и получите удовольствие. Да, потому что если вы не можете на какой-то процесс повинять, повлиять, тогда не надо заморачивать себе голову этим процессом, потому что вот вы заморачиваетесь только теми процессами, на которые вы можете повлиять. То есть, грубо говоря, Украина на что может повлиять? На Конгресс, на конгрессмены, на тех людей, которые, хотя, кстати, там будет все переизбрано, опять же, в ноябре месяце, новые конгрессмены придут. И вот когда они придут, у вас будет три месяца, потому что выборы в начале ноября, а инаугурация в конце января. Вот у вас будет три месяца для того, чтобы выстроить целую дипломатическую миссию, для того, чтобы подойти к тем, кто избрались, кто будет теперь в новом составе Конгресса, кто будет в новом составе Палатка Представителей, в новом Сенате, и кто будет президент, если это будет Трамп, то он начнет уже примерно более-менее сколачивать свою команду, и вот тогда надо будет заниматься дипломатой. А сейчас это не смысл, потому что это разговор ни о чем, ни о чем. Сергей Олегович, кум Путина и подозреваемый в государственной измене бывший народный депутат Медведчук записал письмо Трампу, в котором он рассказал о якобы украинском следе в покушении на него, и говорит, что якобы Трамп стал личным врагом Зеленского, называет Зеленского, ну я даже не буду цитировать, как он называет Владимира Александровича, имеется в виду, что а зачем, вы скажите, что подливает масло в огонь, какая цель, как вы считаете, с чего вдруг он вылез? Ну, это понятно, что это ипсо, это такое же ипсо, как вот Кирилл Буданов устраивает, когда вы его спрашиваете, у вас есть караты в Кремле? Он говорит, конечно, есть. Вот, и Медведчук тоже, они там подумали в Кремле, надо нам еще понравиться Трампу, надо что-нибудь такое подлить масло в огонь, чтобы там все видели Украину, за всем, за всем хорошим, что происходит в Соединенных Соединенных Штатов Америки, но, понимаете, во всех этих делах, когда вы устраиваете какой-то заговор, в нем очень важно выдержать меру, потому что вот во Франции, например, их ничему не научило это дело, потому что у нас тут были выборы, и они накануне второго тура, когда Марина Люпен была там уже счастлива, она уже считала, что у нее премьер-министр, что у нее абсолютное большинство парламенте, и вдруг приходит какой-то идиот из Министерства иностранных дел, и выдает твит, что вот видите, народ Франции поддержал замечательную партию национальное объединение, и Марина Люпен дает в это было в среду накануне, там, за четыре дня до выборов, до второго тура, и Марина Люпен сидит и думает, какие же вы идиоты, да, я работаю на вас, но вы же должны понять, что вы должны меня ругать сейчас, чтобы я победила, вы должны меня ругать, вы не должны меня хвалить, и поэтому вот сейчас трамписты должны ругать Кутина, а не Украину, а Медведчук пишет письма подметные, что это все Зеленский все придумал, вот значит, ее это самое, и называл еще Трампа земляным червяком, вот, то есть это, ну, такой идиотизм, это просто идиотизм, потому что естественно в это, во-первых, никто не поверит, и во-вторых, самое главное, это выдает свое желание, то есть это выдает желание Медведчука сорвать, значит, какие-то договоренности Украины с потенциальным новым кабинетом Трампа, вот, и это все просчитывается, ну, просто вот идиоты даже посмотрят, скажут, ну, это понятно, все это, значит, Медведчук просто пытается лизнуть в задницу Трампа заранее, еще он не знает, значит, выйдет он из него президент или не выйдет, а он уже лизит в задницу, вы знаете, по этому поводу обычно есть вот какая штука, потому что, когда вы уже, все уже решили, что все, вот он станет президентом, как вот Марина Люпен считала, что все, у нее вот этот самый Жордан Бардера, через четыре дня премьер-министр в Матиньонский дворец заезжает, она, значит, там будет у них там советники, министры, ее назначают министром внутренних дел там и так далее, все, они уже все уже начали паковать чемоданы, готовить статуэтки свои там эти самые Марьяны и свою какую-то символику, чтобы ее сдавали в министерские кабинеты, а все накрылось медным картом, вот, и по этому поводу вот товарищ Медведчук, он этим своим письмом, возможно, если вдруг не Трампа издерут, потому что в Америке это выборы, и вы будете смеяться, в Америке выборы, и потом, ну, у него, вот у Трампа, вот если бы сейчас были выборы, то у него, конечно, там потенциально больше, больше каких-то возможностей, хотя, кстати, давайте вот еще поговорим, а так ли много возможностей у Трампа, потому что, вот смотрите, даже на съезде республиканской партии была попытка внутри партийного государственного переворота, чтобы не утверждать Трампа кандидатом и голосовать за других кандидатов, вы понимаете, если у них внутри республиканцев, то есть люди, которые не хотят Трампа, то уж что там говорить про тех, кто голосует за демократическую партию, поэтому, когда выборы идут, это значит, люди, которые голосуют за Байдена, они точно будут голосовать против Трампа, да, а еще внутри республиканской партии будут люди, которые будут голосовать за Байдена и там за любого республиканского кандидата, чтобы не пропустить Трампа. Такие люди, есть их много. Вот там был один, значит, я смотрел интервью, был представитель вот этого недовольного меньшинства на республиканском съезде. Он говорит, а кто сказал, что мы меньшинство? И он начинает перечислять штаты, из которых люди выступали за эту инициативу. И там, что, 12 штатов. 12 американских штатов, конгрессмены или там эти самые избиратели, партии, внутри партийные делегаты, которые были направлены на съезд. Вот помните историю Советского Союза? Был такой замечательный 17-й съезд ВКПБ. На этом 17-м съезде ВКПБ тайным голосованием Сталина не избрали генеральным секретарем. И Сталин был вынужден убить весь этот 17-й съезд. Он их всех расстрелял. Не сразу, но всех расстреляли. Это был такой съезд 17-й. Люди, которые с историей Советского Союза незнакомы, прогуглите в Википедии, почитайте 17-й съезд ВКПБ. Вот. То есть вот такая же история в Соединенных Штатове. Ничего еще не доказано, ничего еще не сделано. Поэтому я вам заранее и говорю, чего вы заморачиваете, что там будет после 21-го апреля, потому что еще неизвестно, кого изберут. Сергей Олегович, а президент Байден, он может сейчас способен на какие-то такие серьезные шаги, имеется в виду в плане разрешения ударя в глубь российской территории? Имеется в виду, что какие-то такие кардинальные решения, которые могли бы существенно повлиять на войну, на ситуацию на фронте, и это бы тогда-то могло бы добавить президенту Байдену Бала, с вашей точки зрения или нет? Огромная вероятность огромная вероятность. Я вообще в прошлом году уже в нашем интервью с вами говорил, ну так, мне не было очень приятно это говорить, но я все-таки это говорил в качестве экспертизы, потому что я должен говорить как эксперт, что с моей точки зрения в прошлом году вам сорвали контрнаступление специально. Специально вам не дали оружие для того, чтобы у вас получилось контрнаступление, а была вероятность, военная вероятность была довольно высокая. Вам его И его сорвали, потому что вам не дали оружие. Потому что одним из объяснений этого дела было то, что слишком рано было бы, если бы Украина победила в прошлом году. Потому что выборы в этом году в ноябре. А если вы победили в прошлом году, то за полтора года все забудут, что благодаря Байдену Украина победила. А вот сейчас у Байдена единственный способ. Сейчас у него остался только единственный способ. После покушения на Трампа, после всего того, что произошло, после всех обращений этих самых разных демократов, разных политиков, разных культурных деятелей, у Байдена осталось только один способ. Это сейчас завалить Украину оружием и сделать так, чтобы в течение августа, сентября, октября этого года Украина победила. Может быть не победила бы целиком, может быть не освободила бы все территории, но освободила бы, допустим, тысячу квадратных километров или две тысячи квадратных километров, освободила бы полностью Запорожскую область, перерезала бы коридор, который идет на Крым, сухопутный коридор, взорвала бы Крымский мост, заставила бы сдаться Крым и так далее. То есть нужна какая-то очень сильная, яркая победа, иначе у Байдена нет ни одного шанса избраться. Даже несмотря на все проблемы с Трампом и несмотря на то, что Трампа ненавидит, у Байдена сейчас очень слабые шансы избраться. Поэтому он сейчас заинтересован в единственном, одной единственной вещи, чтобы Украина победила. И вот сейчас в вашей дипломате, пределки Зеленского, у него офисы, Министерство иностранных дел, Министерство обороны и так далее, нужно работать с американцами. Прежде всего, кстати, даже не с Белым домом. Им надо работать с демократической партией, говорить, что ваш кандидат сейчас, ему надо предъявить накануне выборов, выборы в начале ноября, ему нужно в конце октября предъявить победу Украины. Вот если будет победа Украины, все, вот тогда даже этот старенький Байд, даже этот старенький человек, который там запинается на каждом стороне, падает где-то, говорит фигню какую-то. Президента Зеленского представляет, как Владимира Путина, замечательного президента Украины Владимира Путина и тому подобное. Вот у него все это можно будет перебить, если вдруг он выходит, я не знаю, 20 октября и говорит, вот, я дал все оружие Украине, и Украина победила, она освободила, я не знаю, 3000 квадратных километров, 5000 квадратных километров своей территории. Выходит уже, и сейчас уже все, россияне бегут, сдаются, Путин уже лижет мне ноги, предлагает, значит, любые условия мира, лишь только его до конца не, значит, не разбивали и не сожрали к фильму в Гааре. Вот у Байдена только остался этот шанс. И этот шанс вам, вот этот шанс вам надо использовать. Вот что там будет после 21 января 2025 года, до этого еще далеко. А вот этот шанс, его надо использовать до 4 ноября этого года. Вот он работает только в этом году, до 4 ноября. После 4 ноября он работать уже не будет с этим кандидатом, да, потому что будет понятно, он избрался или не избрался. Если Байдена переизберут, тогда хорошо, потому что можно дальше работать. А если не переизберут, тогда все, этот шанс пропал. И вот у вас сейчас остается 3 месяца для использования этого шанса. Я имею в виду у вас, у Украины, у вашего руководства, у Министерства иностранных дел. Это надо использовать. Надо американцам, не просто американцам говорить, а это нужно говорить, это самое, демократической партии, что ребята, давите сейчас на Байдена, чтобы он нас завалил оружием, чтобы он там не F-16 нам дал, а F-35 дал. И там не 5 самолетов, а чтобы он нам дал 500 самолетов. И чтобы он нам дал 5000 танков. У вас там в пустыне где-то в Техасе, я не знаю, в Арканзасе, где стоит у вас там, я не знаю, 10 тысяч танков, которые никогда используются в Соединенных Штатах Америки, не будут. Они старые, но для нас они хорошие, потому что они все равно лучше, чем советские танки. И вот завалите нас этими танками, как Соединенные Штаты Америки завалили Советский Союз во время Второй мировой войны по Ленд-Министерству. И все. И вот три месяца есть на этом. Три месяца. Потому что если этого не будет, то у Байдена нет никаких шансов победить.